Центр обслуживания плательщиков в Бобруйске открылся в декабре после проведения капитального ремонта. Электронная очередь стала удобна не только самим налогоплательщикам, но и работникам инспекции. До этого такой современный формат был доступен лишь жителям Могилёва. Клиент номер 115 приглашается в кабинет 113. За первое полугодие 2019-го центр принял около 16 тысяч человек. Среднее время ожидания составило 1 минуту 17 секунд, а обслуживание – 5 минут 14 секунд. Стоит отметить, что эти цифры приближены к республиканским, при этом качество предоставляемых услуг не пострадало. Около 20% – это прием налоговых деклараций от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Еще один популярный вид услуг – это разъяснение налогового законодательства, которое больше всего пользуется популярностью у индивидуальных предпринимателей. Ну и далее идут осуществления административных процедур. Центром обслуживания пользуются налогоплательщики, которые предпочитают документы на бумажном носителе, а это порядка 10%. Остальные 90% подают декларации через личный кабинет, не выходя из дома. Услуга в режиме онлайн доступна уже несколько лет и постоянно дорабатывается. Большое влияние оказало развитие личного кабинета плательщика. Это тоже очень удобно. Не нужно обращаться непосредственно к инспектору своему. Можно отправить заявление на осуществление процедуры, на возврат денег, на зачет непосредственно с рабочего места своего. И для этого совсем не надо обращаться в инспекцию. Всего на учете в инспекции почти 2,5 тысячи предприятий, более 5 тысяч предпринимателей и без малого 48 тысяч физлиц. За полгода в консолидированный бюджет города поступило 105,5 миллионов рублей. Это на 3 миллиона больше, чем в прошлом году. Самый крупный плательщик – Бобруйский Бровер. Затем Оазис Групп, Водоканал, Красный Пищевик и Корона. Мария Бересневич, Максим Галенко, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова